Глава 3. Ни шагу назад. Да, ни шагу назад. Так назывался наш проект о воинских искусствах, который длился с апреля 2016 года по июнь 2017 год. Это онлайн-проект, в рамках которого две журналистки брали интервью у мастеров воинских искусств. Мастера, в свою очередь, рассказывали о своих системах, историю их возникновения и свой путь в них. Речь шла о преимуществах этих приемов и их совокупности, основных принципах, способах применения и эксплуатации. Были проведены демонстрации, мастер-классы, давали закрытые уроки, излагались истории, в которых боевые знания и навыки спасали их обладателям жизни. В подавляющем большинстве это были воинские системы с таким оружием, как ножи, стилеты, мечи, кинжалы, палки. Среди мастеров были профессиональные военные и спортсмены, полицейские, ученые, карабинеры, авторы собственных боевых систем, тренеры по боевой подготовке полицейских, спецслужб и других подразделений. За год с небольшим в проекте приняли участие более 130 мастеров воинских искусств из различных стран, среди которых Украина, Россия, Италия, Испания, Германия, США, Филиппины, Британия, Франция, Япония, Канада, Австралия и другие. Как вы понимаете, у данного проекта были конкретные цели и задачи. Мы не просто так решили собраться, потратить год жизни и множество ресурсов, лишь бы интересно, весело провести время. Я ученый, и все мои научные проекты проводятся в рамках того или иного исследования. Но в первую очередь хотел бы обсудить уникальность этого проекта. Что сделало его единственным в своем роде, не похожим ни на какой другой. Во-первых, все его гости, а именно представители воинских искусств, были как бы противопоставлены журналисткам, ведущим самого проекта. Это были женщины, которые совершенно ничего не знали о воинских искусствах, что в данном случае крайне важно для нас. Что это за противопоставление? Дело в том, что мастера должны были изрядно потрудиться, чтобы донести двум изначально некомпетентным дамам необходимую информацию. Журналистки заинтересованно слушали и, не будучи ни профессионалами, ни даже любителями, удовлетворяли свое любопытство, задавали соответствующие вопросы. Этот проект заставлял мастеров отвечать на вопросы, давать подробные объяснения. А те, кто всерьез занимаются воинскими искусствами, чаще всего не умеют это связанно и убедительно изложить и не любят такое занятие. Вторым аспектом уникальности «Ни шагу назад» я бы обозначил мультиязычность проекта. Из предоставленного выше списка стран-участников вы можете сделать вывод о разнообразии языков, на которых говорили гости проекта. Аспект третий. Попадающие в проект практически не могли отказаться от интервью. Почему? Потому что за популяризацию, рекламу и пиар в наше время берут деньги, порой немалые. А в нашем «Ни шагу назад» это для мастеров делалось совершенно бесплатно. Но каждый из них рассказывал о себе, о своей воинской системе и всячески ее рекламировал, как делал бы любой заинтересованный. Многие, и тем более мастера воинских искусств, не то чтобы объяснять, но и просто разговаривать на камеру не любят. Однако чрезмерное коростолюбие многих из них не оставляло иного пути, как садиться перед камерой и отвечать на десятки вопросов любопытных журналисток. Взамен они получали возможность быть еще более замеченными, значительно расширяя свою аудиторию, ну и как следствие зарабатывая деньги. Должен отметить, что кроме самих боевых систем, о которых рассказывали мастера, проект во многом показывал, что это за люди, какую философию исповедуют, какими навыками обладают и чему учат других. Мы давали возможность всему миру и особенно русскоязычной аудитории, ведь все интервью на иностранных языках были переведены на русский, увидеть и выслушать этих мастеров и сделать соответствующие выводы. Случаи в ходе проекта бывали разные, как и сами мастера с их взглядами на жизнь. К примеру, было несколько ситуаций, в которых люди просили закрыть их интервью в силу политических, маркетинговых или даже религиозных причин. Расскажу, как это происходило. Некий мастер, имени, конечно, не назову, дает большое развернутое интервью. Затем кто-то из его коллег или руководителей приводит ряд причин, по которым он якобы не должен был этого делать. С кем-то не согласовал, что-то лишнее сказал, рассказал о том, за что они берут деньги и так далее. Таких случаев было немного, но наблюдать за этим было даже забавно. В итоге эти мастера обращались с журналистом, извинялись за отнятое время, как-то объяснялись и просили ударить их интервью. Чести в наших глазах эти поступки подобным мастерам не делали, потому что любой взрослый человек, а тем более профессионал, должен заранее понимать, о чем говорить, что согласовывать, нужно ли чье-то добро на интервью и так далее. Вот она, бескорыстная любовь к деньгам в чистом виде. Соблазнили с бесплатным пиаром и потеряли голову. Итак, ни шагу назад стал большой исследовательской работой в сфере воинских искусств. Методом исключения мы находили наиболее достойных представителей тех или иных воинских систем, которые впоследствии были полезны для исследования и совместных будущих проектов. Исходя из этого, мы могли бы выделить трех мастеров, которые больше всего запомнились, были наиболее профессиональными в своей сфере, стали впоследствии нашими консультантами и товарищами. Это Ллойд де Йонг, Джон Ристер, Анаэль Палермо Рамос. Почему именно эти трое из 130 с лишним мастеров? Первое и самое главное – они настоящие профессионалы и весьма сильные фехтовальщики. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что наша выборка была сделана из мирового пространства. Журналисты месяцами просматривали сотни материалов, изучали сайты, видео, мастер-классы, вели переписки с мастерами и их учениками. Превосхищаю ваш вопрос – а что, во всем мире нашлись лишь 130 мастеров? Нет, конечно, на 130 из них мы обратили внимание, а с остальными даже не стали связываться, посчитав их некомпетентными, непрофессиональными мастерами. Наш проект – значит наши правила и критерии отбора. Все честно. Однако уверяю вас в том, что мы действительно выбирали самых достойных, потому что в отличие от журналистов, не имеющих квалификацию в этой сфере, я занимаюсь боевыми искусствами с самого детства, имея возможность и честь учиться у лучших преподавателей Советского Союза. Кроме того, как ученый, я изучал и исследовал всю доступную и недоступную литературу о воинских искусствах. Мне достаточно посмотреть на несколько движений человека, чтобы четко определить, передо мной профессионал или дилетант. Ллойд де Йонг, Джон Ристер и Палмера Рамос, повторюсь, настоящие профессионалы с внушительным опытом и практикой преподавания. Джона Ристера можно по праву назвать одним из сильнейших мастеров в мире в области филиппинских боевых искусств. Он работает с напарником Сифу Гуро Дуайтом Уилсоном, который за долгие годы сотрудничества стал для нас намного больше, чем просто партнером. Он друг и товарищ. Палмера Рамос – испанец, руководитель древней испанской рыцарской школы боевых искусств Ачинеч. Он работает с таким оружием, как палка Толеда. Страшная вещь, скажу я вам честно. Этот обычный, на первый взгляд, отполированный брусок дерева, без острых углов, способен выдержать и отразить удар абордажного меча, при этом остаться целым невредимым. Надо отметить, что с древних времен фехтование на палках для многих видов холодного оружия считалось прекрасным средством совершенствования мастерства. При определенном уровне владения и технике работы палку можно использовать как щит, меч или нож, в зависимости от того, в каком положении она будет находиться в ваших руках. Соответственно, тренируясь с палкой, фехтовальщик получает навыки работы с холодным оружием. Этим небольшим отступлением от Толеда я хотела вам показать, почему поставил мастеров работы с палкой наравне с мастерами холодного оружия. Ллойд и Йонг заслуживают отдельного внимания. Он начал изучать ножевой бой практически по принуждению. Дело в том, что Ллойд родился и вырос в Кейптауне, Южная Африка, в одном из самых опасных с криминальной точки зрения мест в мире. Люди там живут по собственным правилам, а жизнь человеческая ценится совершенно иначе, чем может представить каждый из нас. Для примера, обычный бродяга, притворившийся попрошайкой, может украсть кошелек у прохожего, а затем вернуться и зарезать его ножом за то, что в кошельке оказалось недостаточно, по его мнению, денег. Вот такое разочарование. Эта сфера формирует необходимость соответствующих навыков. Ножевой бой Tripwire, которым занимается Ллойд, является исключительно криминальным, очень скрытым, но весьма эффективным. С исследовательской точки зрения, этот материал был для меня крайне интересным. Более того, Ллойд сумел передать мне методологию ножевого боя ЮАР. Он сделал это так, как ему представляется, по-своему, через призму своего восприятия, по кусочкам, но передал. И если бы я расставлял их по местам после личного знакомства, совместной работы и общего объема полезности, то на первое место поставил бы Ллойда де Йонга, на второе Джона Ристера и третье отдал бы Палмера Рамосу. С Ллойдом и Ристером мы прошли два курса. Несколько раз в неделю каждый из них преподавал свою систему для последующей моей аттестации. Для меня в первую очередь была важна определенная исследовательская среда, на базе которой мы впоследствии создавали новые материалы. К примеру, по результатам работы с Ллойдом де Йонгом были написаны книги «Черная логика» и «Черная смерть». С Палмера Рамосом у нас, пожалуй, сложилось самое тесное общение. Он приезжал к нам в Одессу, на Украину, проводил ряд уроков и мастер-классов по работе Сталеда. Мы сделали несколько совместных журналистских работ в виде передач и документальных фильмов. А также я с научной группой два раза ездил к нему на Канарские острова в рамках экспедиции. Мы вместе работали в его школе, проводя теоретические и практические классы. У нас в архиве сохранились все материалы. Это был хороший и важный вклад в наше исследование. Результатом работы с Ристером была выдача мне как эксперту инструкторских сертификатов от школы Джона Ристера в Ирвинге, Техас, Ристер Маршал Артс. В течение двух лет я занимался как прилежный студент с Ристером, сдавал ему экзамены, чтобы сертификат был выдан по всем правилам. Я не спорил с маэстрой и не пытался подгонять процесс обучения. Хотя многие из тех, кто присутствовали на наших занятиях, могут смело подтвердить следующее. Нередко бывали случаи, когда большую часть урока преподавал и объяснял я Ристеру, а не наоборот. Но мы продолжали и продолжали, пока не пришел момент, по мнению Джона, что я получил должную квалификацию. Затем мы поехали в США, в его школу, провели там несколько дней, обмениваясь знаниями и опытом. Записи всех занятий и бесед также хранятся в наших архивах и, безусловно, принесли пользу общему делу. К слову сказать, Дуайт Уилсон, помощник и напарник Джона Ристера, впоследствии неоднократно упоминал о том, что наши с Ристером занятия помогли полностью переосмыслить методику обучения их студентов. И сегодня они обучают людей по новой программе. Мне было приятно это услышать. Я только рад, что сумел им в чем-то помочь. Как уже сказано, проект «Ни шагу назад» имел конкретные цели и задачи. Нам было необходимо проанализировать современный рынок фехтования. Без этих данных я не мог двигаться дальше в своем глобальном исследовательском проекте, посвященном изучению и реставрации исторического испанского фехтования. Был важен каждый осколок знания и максимальная выборка, чтобы с уверенностью сказать впоследствии, «Испанского фехтования на рынке нет». Именно такой вывод я сделал по окончании проекта «Ни шагу назад». Мы искали фехтование, о котором читали в книгах, и его не нашли. А значит, не было ни единого действительно знающего человека в этой области, который мог бы посодействовать нам в реставрации и восстановлении испанского фехтования. Нам не на что было опереться в своем исследовании, кроме книг. Мы искали так называемую оборванную иерархию. Если у вас возник вопрос, почему из всех в мире воинских искусств я заинтересовался именно этим, почему не выбрал что-то более доступное, то я вам подробно отвечу, но со временем. Наберитесь, пожалуйста, терпения. В нашем исследовательском проекте было задействовано достаточно много людей. Параллельно мы ездили в экспедиции, добывали трактаты, переводили и изучали их, встречались с различными мастерами Юга Италии, записывали сотни интервью и так далее. Работа была весьма объемная и непростая. Мы реставрировали испанскую фехтовальную систему, при этом искали и исключали любые аналоги по всему миру. Несмотря на то, что испанское фехтование предполагает бой на холодном оружии, а именно на мечах, мы уделили достаточно много времени изучению и беседам о палках. Причин несколько. Во-первых, как я уже сказал, фехтование на палках для многих видов холодного оружия считалось прекрасным средством совершенствования мастерства. Во-вторых, палку по праву можно считать самым древним оружием из всех существующих. Палкой может стать любой кусок дерева, лежащий на полу. Ее можно подобрать и уже не быть безоружным. В антропологии есть такая точка зрения, что человек, как вид, начался именно с того момента, когда подобрал палку и начал ее применять как оружие, как систему добычи и как инструмент. Однако мы говорим не просто о неком хаотичном махании палкой. Для этого, как говорится, много ума не нужно. Но разработать систему тренировки и работы с палкой, биться толково – это совершенно другая история. В-третьих, и это, пожалуй, самый главный аспект, касающийся палки, долгие годы именно палка была смертоносным оружием в руках монахов, то есть священнослужителей. Ньюг Италии испокон веков был местом обоснования и существования большого количества религиозных орденов, как монашеских, так и рыцарских. Эти люди привыкли жить в своем окружении по собственным правилам и порядкам. В рыцарских орденах служили воины, солдаты. Они воевали и постоянно применяли оружие. Как, например, основатель испанского фехтования Иронима де Каранзо, кроме того, что был севильским дворянином, ученым, знаменитейшим фехтовальщиком своего времени, он также был командором ордена Иисуса Христа. Но монахи не имели права носить и использовать холодное оружие. При этом палка могла быть при себе в любой момент. И эти люди не были такими добрыми и милосердными, как могли показаться на первый взгляд. Палка стала достойной заменой холодному оружию. Тем более, что качественная палка могла выдержать удар любого меча и нанести страшные травмы противнику. Период Средневековья был временем завоевательных войн. Ключевой навык той эпохи был именно фехтование. А значит, каждый человек заботился о собственной безопасности, исходя из образа жизни и возможностей. Но вы не думайте, что палку использовали монахи или некие первобытные люди, когда холодного оружия не существовало. И что любой нож всегда эффективнее в поединке, потому что он острый. Для настоящего профессионала не имеет значения, какое оружие у него в руках и что противопоставляет противник. Он и с вязальной спицей и с шариковой ручкой сможет победить. Но если рассмотреть поединок двух не сильно подготовленных людей с точки зрения боевой подготовки, то, вероятнее всего, человек с палкой одержит победу. Палка длиннее и сможет достать до противника раньше ножа. Вот такой простой логический вывод. Однако, повторюсь, все целиком и полностью зависит от мастерства. Если рассматривать криминальную среду в тюрьме, то, безусловно, нож будет более эффективным в таких условиях. Это закрытое пространство замахиваться негде. Да и палку отыскать, спрятать там значительно сложнее, чем нож, который можно изобрести самостоятельно из расчески, гвоздя, ложки, зубной щетки и так далее. В зависимости от обстоятельств и местонахождения, люди могли использовать как нож, так и палку. Но оба этих оружия наиболее свойственны именно криминалу. Несмотря на то, что со времен Средневековья и до наших дней криминал по всему миру видоизменялся и развивался, нож и палка оставались в обиходе в том или ином виде. Вы можете наблюдать использование палки и ножа как в советских фильмах, так и в современном кинематографе, что говорит о том, что эта пара оружия осталась неизменной для криминала спустя сотни лет. Конечно, и огнестрельное оружие также используется в криминальной среде, но это не тема нашего разговора, поэтому мы это и не обсуждаем. Помню, как в рамках бесед с Ллойдом мы неоднократно говорили о палках. Однако палки, как уже было сказано, прерогатива гражданских людей на воле. Тюремная боевая система предполагает что-то острое, небольшого размера, чтобы можно было спрятать от охраны и от товарищей, особенно тех, против кого собираешься применять это самое оружие. К примеру, берешь зубную щетку, затачиваешь ее, и вот у тебя уже нож. Это настоящая тюремная система. Что касается рыцарей, то они, конечно, палки не использовали. Им это совершенно было ни к чему. У них были мечи. Но они военные, им это положено. Палки использовали в первую очередь те, кому нельзя было носить холодное оружие. Со временем палки видоизменились. К примеру, более длинные варианты, которые меньше подходили для использования в городе, преобразовались в трости, которые сегодня можно увидеть буквально в каждом фильме, описывающем времена 19-го начала 20-го века. Иногда в трость встраивали острые штыри, но и сама она могла послужить в умелых руках серьезным орудием, ломающим кости. Со временем трость стала выполнять преимущественно декоративную функцию. Приведу небольшое отступление о трости. Недавно на экраны вышел документальный фильм Леонида Парфенова об Александре Сергеевичу Пушкине. Меня заинтересовал один момент. Авторы утверждают, что Пушкин всегда носил с собой трость весом 7 килограмм. Это служило ему тренировкой для того, чтобы на дуэли не дрогнула рука. Однако несложно догадаться, что палкой весом в 7 килограмм можно также нанести значительные увечья при грамотном использовании. Ну а теперь вернемся к основной теме разговора. Не шагу назад. Я бы сказал, что мы много пользы получили благодаря этому проекту. Самое главное, что он нам дал – четкое понимание того, что испанское фехтование не сохранилось до наших дней. Есть лишь малые осколки, но цельной системы нет. Возможно, кто-то со мной не согласится и приведет в пример различные труды, написанные определенными мастерами на тему исторического фехтования и работы с холодным оружием. К примеру, Денис Черевичник и его книга «Всемирная история по ножовщине. Народные дуэли на ножах в 17-20 веках». Книга 2013 года. Безусловно, я знаком с этой книгой. Автор даже охватил регион Юга Италии, описывая историю работы с холодным оружием. Вторая книга автора называется «Учебник вымогателя или искусство владения навахой – ножом и цыганскими ножницами». В основе книги лежит испанское пособие по работе холодным оружием, изданное в 1849 году. «Я совершенно не намерена обесценивать чужой труд и говорить о том, что работа проделана слабо или некачественно. Но я должен обратить внимание на то, что все труды автор написал, не выходя из своего офиса. Он не был на юге Италии, но описывает историю и культуру этого региона. Вот такой подход я считаю совершенно неприемлемым. Именно поэтому уже более 10 лет, по 4-5 раз в год, я отправляюсь в научные экспедиции. Я трачу на них значительное время, силы и ресурсы. Однако, проводя исследования и публикую впоследствии результаты этой работы, я с уверенностью могу сказать, что поднял всю существующую информацию о предмете. Поговорил с каждым человеком, кто хоть что-либо знает об этом. В противном случае можно выпустить материал в виде своего представления и видения предмета, но не позиционировать его как исторический и достоверный информационный блок. Меня, ученого, возмущают подобные материалы и их авторы, потому что они вводят людей в заблуждение или, попросту говоря, обманывают. Безусловно, Денис Черевичник – не единственный случай подобного подхода к научным исследованиям. Я лишь хотел показать на конкретном примере, а также предостеречь вас на будущее. Будьте внимательны при выборе материалов для изучения. Поинтересуйтесь по возможности, как автор проводил исследования, какая работа легла в его основу. Обратите внимание на источники информации, указанные в книге, насколько они достоверны. Одно дело ссылаться на источники, найденные в интернете, и совсем другое дело изучать материалы, найденные в местных библиотеках и архивах. Всегда при изучении какой-либо темы старайтесь найти первоисточники и только потом материалы тех, кто уже рассказывает об этом вопросе. Даже на территории государства могут быть неоднозначные книги, написанные под заказ. К примеру, ни для кого не секрет, что итальянское правительство всячески пытается стереть испанские корни со своей земли. Им хотелось бы забыть о своем испанском прошлом. Нам попадались материалы, в которых было написано, что не было фехтования на юге Италии до определенного времени. Однако трактаты, написанные в XVI-XVII веках, говорят об обратном. Сегодня написать и опубликовать книгу на любую тему может практически каждый желающий человек. В книге по воинскому искусству должны быть описаны методологии либо самой системы, либо исследования. В противном случае я воспринимаю материал лишь как некое мнение определенного человека, но отнюдь не как научный, законченный материал. Начиная любой свой труд, ученый, с моей точки зрения, должен написать следующие аспекты. О чем эта книга? Где он взял эту информацию? Каким способом ее получил? В чем ее новизная особенность? Как проверялась информация на подлинность и достоверность? Какую методологию для анализа данных он применял? Именно эти данные говорят о научности подхода и достоверности описанной информации. У меня, к сожалению, нет времени до признации особого желания на то, чтобы изучать объем чьих-то предположений и догадок. Нужны только проверенные данные, только факты. В случае, когда мы имеем дело с научной литературой, безусловно. Вот несколько вариантов написания научных материалов, которые я использую уже много лет. Первое. Автор является очевидцем. Этот вариант я использую чаще всего. Второе. Автор является аналитиком. Делает выводы из той или иной информации. Третье. Автор выступает в роли журналиста. Берет интервью у необходимых людей. Затем излагает в неком системном аспекте полученные данные. При необходимости делает из них выводы. В завершении этой главы я бы сказал так. Существует правда искусства и правда жизни. Что правда искусства вполне уместно в самом искусстве, тут и споры нет. Но кому-то правда искусства вне искусства нравится больше, чем правда жизни. Я целиком и полностью являюсь приверженцем правды жизни. Именно поэтому все трактаты по фехтованию, которые нам с трудом достались и большими усилиями были переведены на русский язык, я абсолютно безвозмездно отдал людям, которых так же, как и меня, интересует испанское фехтование в своем изначальном истинном варианте. Сноски. Первое. Ллойд де Йонг. Ученый, исследователь в области работы с холодным оружием, родом из Кейптауна, Южная Африка. Много лет в силу крайне высокой степени преступности в Кейптауне занимался изучением так называемого криминального боя на ножах. В итоге обобщил тюремную практику применения колющих и режущих предметов, которая получила название «трайп вайр» – растяжка. Военная растяжка, которая применяется со взрывчатыми устройствами. Официальная информация о позиционировании мастера. Сноска 2. Джон Ристер. Практикующий инструктор в Техасе, США. Сифу Гуро. Преподает боевые искусства с 1987 года. Мастер и эксперт в областях Винчунь, Калия-Скрима, Панантукан, Сунтукан и Ножевой бой. Он учился и получил звание инструктора по Калия-Скриме под руководством Магуланга на Гуру Дана Иннасанта, по Винчунь под руководством Сифу Фрэнсиса Фонга, и по Джун Фан Джит Кундо под руководством Сифу Дана Иннасанта и Лари Хартсел. Много лет сотрудничал со специалистами правоохранительных органов и частных охранных предприятий. Официальная информация о позиционировании мастера. Анель Палермо Рамос. Мастер работы с испанской палкой Толедо, разновидностью оружия, используемого в испанском фехтовании. Руководитель древней испанской рыцарской школы боевых искусств Ачинеч, родом с Канарских островов Испании. Официальная информация о позиционировании мастера. Сноска 4. Палка Толедо. С виду обычный отполированный брусок дерева без острых углов длиной около метра. Она способна выдержать удар абордажного меча, оставаясь целой и невредимой. Такую прочность она имеет за счет специальной технологии изготовления, которая длится около месяца. Более того, изготавливается она только из определенного сорта дерева, которое растет в Испании на Канарских островах. Несмотря на то, что такую палку можно назвать прототипом холодного оружия, она и сама может стать смертельным оружием. Учитывая ее прочность и размер, одного попадания в голову может быть достаточно, чтобы убить человека. Сноска 5. В книге Олега Мальцева «Черная логика» и «Черная смерть» описывают первое знакомство с южноафриканской криминальной традицией и их бой на ножах. «Черная логика» – это некий взгляд автора на пошаговое изучение криминальной ножевой системы ЮАР. В книге «Черная смерть» описываются тезисы первого знакомства с мистером Ллойдом и обзорная беседа о южноафриканской уголовной ножевой традиции. Цитата. «Тезисы – это как бы напоминание, как мы двигались. Далее напишу то же самое, но уже как это я понимаю и как я это вижу в книге. Также задам вопросы, которые напрашиваются, исходя из тем разговора. То есть это содержание моих конспектов и заметок, которые я делал по ходу наших занятий с мистером Ллойдом, наших тренировок и анализа своих движений и прежней практики работы с ножом». Олег Мальцев. Сноска 6. Орден Иисуса Христа. Богатейшая структура, имеющая беспрецедентную власть. Именно этот орден превратился в Ндрангиту, одну из трех основных криминальных структур Юга Италии. Дословно Ндрангита переводится как «круг, из которого нет выхода». Ты родился в этой организации, и у тебя нет выбора на то воля Бога. Главная цель Ндрангетиста – это стать сверхчеловеком, а по сути попасть в орден Иисуса Христа, став своеобразным прототипом Архангела Михаила. Ввиду этого Ндрангета – ее структура, по сути, настоящий тамплиерский орден, сохранивший свое изначалие. Именно так, как это было заложено его создателем Франческо Вилардита. Сноска 7. Денис Черевичник. Латвийский писатель и историк, исследователь европейского фолклора, президент общественной организации Федерация традиционных боевых искусств Европы, популяризатор ножевого боя в Латвии. Редактор субтитров А.Семкин